Всем привет, меня зовут Лена Сингер и сегодня я перезаливаю видео про свой легендарный личный дневник, которого я ласково называю мусорщиком. Думаю, все уже знают, почему я так делаю, а кто новенький и не знает, то обязательно посмотрите это видео и тогда вы все поймете. Это видео я снимаю с целью вдохновить вас, также вы можете взять любые идеи для своих личных дневников. И хочу предупредить, что будут две части, потому что дневник довольно толстенький, и поэтому я решила разделить видео на две части. Поэтому после просмотра этого ролика переходите по ссылке внизу. Ну что ж, давайте начнем. Значит, это специальный личный дневник. Я честно не знаю, в каком магазине мне его покупали, меня много кто спрашивал, но я честно не знаю, но в каком-то канцелярском. В общем, это специальный для личных дневников. У него там и странички специальные для личного дневника сделаны, и бложка тоже очень красивая. Приступим к содержанию. Когда мы открываем личный дневник, здесь много всего яркого. Здесь написано личный дневник номер 12. Срочно, наклеечки всякие, стикеры, которыми я редко, но пользовалась. И это был дневник, который я вела весной 2014 года. Начала я его 11 марта, закончила 1 июня. Также здесь разные разноцветные наклеечки. И написано Keep Calm and Love Panda, типа Сохраняй спокойствие и люби панд. Я просто обожала эту распечатку. Дальше идем. Здесь моя фотография детская. Вот, я написала Я малютка. Опять же, разные наклеечки. Мой первый день. Здесь я с Эйвона какой-то аромат вырезала. И он, кстати, до сих пор очень пахнет. То есть, с 2014 года до сих пор. То есть, запах детства, скажем так. Вот. И купончик на один бесплатный мозг, потому что это никогда не будет лишним. Поэтому такие дела. Вот. И здесь я нашла собаку, потерявшуюся свою. Здесь педагогика. Это выдавали родителям в школе. Но я забрала. Обклеила наклеечками. Здесь был пароль и логин от моего электронного личного дневника. Опять же, цветной скотч. Просто любовь. Цветной скотч еще один. Потому что я обожала просто цветные скотча. Также текстовые делители, как видите, тоже красиво. Яркость добавляют. Потому что так. Жизнь наполняется красками с помощью текстовых делителей. И я их до сих пор обожаю. Дальше здесь возьми счастье. У меня счастье все разобрали. Здесь я писала про друзей. Даже Джастина Бибера наклеила. Такие дела. Здесь кто-то мне подарил киндер. И Рафаэлку. И это тоже от Рафаэлки. А это какой-то секретик. И еще чай. И я еще наступила в этот день на иголку. Я пыталась нарисовать иголку. Здесь я написала про свою любимую музыку. Тоже всякие стикеры, наклеечки наклеила. Мы в Мегу в этот день ездили. Очки. Извиняюсь. Очки. Мы в этот день ездили в Мегу. И там выдавали брошюрки, так сказать. Мы заходили в Икею. Жвачки покупали разные. И здесь тоже какой-то секретик. Идем дальше. Здесь недоделанная страничка. Здесь всего лишь один конвертик, в котором ничего нет. А, нет. Есть ловыска. Одна ловыска. И это новый конвертик, который я пыталась сделать. И просто я его наклеила. Вообще здесь их должно было быть четыре. Но я сделала только один. Здесь у нас была команда, скажем так. В школе это был наш отличительный знак, который я после вклеила себе в лечебник. И здесь даже ноутбук с символикой Винкс. Эх, ностальгия такая. Здесь тоже конвертик. Здесь еще наклеечка была, но она подкрепилась. Вот. Здесь просто какой-то чек. А с другой стороны супер-конвертик, который я научилась делать. Вот. Который вот так открывается. Вот так открывается и вот так. Вот. То есть очень круто. И здесь фотография мальчика из дедома, который в газете напечатали. Он мне показался очень милым, потому что я его даже вложила в свой личный дневник. Здесь я радуюсь, потому что каникулы через три дня. Здесь мне купили купальник, всякие тоже наклеечки, черный список. И с другой стороны написаны друзья, которые были для меня в черном списке. Это письмо в будущее капсула времени, которое я, кстати, еще не читала до сих пор, это письмо. Вот. Я реально уже не помню, про что я там писала, но еще не время, короче. Здесь начались каникулы, я так ярко оформила. Ну, потому что я была очень рада каникулам. И из журналов повырезала просто все, что можно. В этот день также мы ездили на ЮИД. Вот, это наша эмблемка была. Здесь кто входил в нашу команду ЮИД. И оценки за третью четверть отличные. Здесь такой вот рисунок Kiss Me. Мне было тогда 13 лет, но, блин, ну, согласитесь же, что красиво. И как бы, что здесь такого, в принципе, да. А здесь кармашек такой, типа, две страницы скрепила степлером. И здесь переписки две. Я их вложила. Это тоже был день. Я где-то оторвала Джонни Деппа. В этот день мы ездили в Магнит. Я положила чек, потому что гости были. И мне подарили часы с птичками. Вот. Здесь мои любимые мультики и фильмы. Даже элованные барундуки, но, в общем, мои просто самые любимые мультики и фильмы. Прям ностальгия. А это я писала про своего брата. Его фотографию вклеила. И это в этом конвертике наша снимка, типа, переписка. Этот уже день с кучами наклеечек. Блин, мне так нравятся вот эти объемные наклеечки. Здесь также чеки. Вот скотчем нельзя чеки заклеивать. Как вы видите, у чеков ничего не остается. Я, кстати, даже не знаю, почему. Здесь обычно денечек. Самый лучший вывод за день. Письма. И в нем еще лежит фантик от чипсов, которые я, кстати, любила. Хрустящий картофель. Я не знаю. Кстати, их давно уже не видела. Но, может быть, это история. Это брошюрка, которую я взяла в магните. Пароль на свой телефон установила и нарисовала, чтобы не забыть. Вот здесь я радуюсь, что мы скоро поедем в санаторий. А это написано, Софийка уехала. Моя сестра уехала, потому что она на выходных к нам приезжала и уехала. А здесь конвертик какой-то тоже очень прикольный конвертик. Мне прям очень он нравится. Вот. И в нем лежит фантик от моего любимого сырка. И какой-то чек. Вот. Здесь я установила себе вайпер. Нарисовала его экран. Стикеры и смайлики некоторые перерисовала. Ну, короче. И, как всегда, скотч. Скотч — это просто такой выбор самый лучший, по-моему, в моей жизни. Потому что скотч — это тема, ребят. Вот серьезно. Потому что с ним дневник очень яркий будет и очень толстый. И, короче, все будет супер. Ну, и последний разворот, который я вам на сегодня хочу показать, — это про музыку. Здесь я наклеила черную бумагу и корректором написала «Я люблю музыку», «Музыка». И наклеила котика с наклеечкой и на этой бумажечке написала своих любимых исполнителей. Теперь, ребята, вы можете переходить во вторую часть этого видео и смотреть продолжение. Я вас там уже очень жду. Нажимайте сюда или переходите по ссылочке. Вот так вот. Вот так. Продолжение следует...